Доброе утро всем. Как это вводится в нашем сообществе, каждую встречу, каждую конференцию и так дальше. Мы начинаем с задержкой ровно в 13 минут, поэтому сегодня мы не отошли от графика. И опять же, то, с чего хотелось бы начать, это, собственно, поприветствовать вас. Я очень рад, что вы собрались сегодня здесь. Погода, к сожалению, у нас немножко такая дождливая, но тем не менее, я очень рад, что столько много людей пришло. На всякий случай, если вдруг кто-то не знает, скажем так, зачем мы сегодня собрались, кто такие Azure разработчики, я сделаю короткий introduction. Продолжение следует... Продолжение следует... Привет и добро пожаловать на Azure Day! Собственно, на всякий случай, если вдруг кто-то не знает, кто я, я тоже позволю себе представиться. Зовут меня Бойко Антон. Я тот человек, которых называют MVP. Если вдруг вы не знаете, кто такой MVP, все очень просто. MVP – это Model View Presenter. И сегодня как раз у нас такое, скажем так, шикарное событие – конференция Azure Day. Давайте я немножко расскажу, что вообще это за конференция, как она появилась, из-за чего она появилась. Немножко историй. Одна маленькая, но очень гордая птичка. Я думаю, вы знаете, откуда эта цитата. На самом деле, давным-давно мы начали как-то вот потихоньку собирать наше сообщество. Оно было изначально очень маленькое. На встрече нашего первого сообщества, на первой встрече сообщества присутствовало буквально там 4-5 человек. И все это выглядело так немножко смешно. Но, тем не менее, на сегодняшний день мы уже порядка двух лет проводим регулярные непрерывные встречи. И я очень рад, что мы смогли вырасти с вами вот такую большую конференцию, которая полностью драйвится именно сообществом, которая существует именно благодаря тому, что у нас есть люди, у нас есть эксперты, которые работают в этой сфере, которые готовы делиться знаниями. Поэтому, господа, я предлагаю сейчас вам аплодисменты, собственно, вам же. Пожалуйста. В 2015 году у нас прошел первый Azure Day. Кстати, кто был на первом Azure Day? Поднимите, пожалуйста, руки. Хорошо, я еще там был. Кто-то еще был? Нет? Ну, ладно. В любом случае, как мы его проверили, это была конференция, которая у нас полностью драйвилась нашим сообществом. У нас был один поток. У нас было на этом потоке девять сессий. У нас было девять спикеров из Украины. У нас было порядка ста участников в Киеве на этой конференции. Это то, что мы сделали в прошлом году. Мы получили какой-то первый опыт. И, конечно же, мы не стали на этом останавливаться. И мы решили перенести это все уже на немножко новый уровень. Поэтому, что у нас планируется сегодня? Что такое Azure Day в 2016 году? Это уже можно сказать, что ежегодная конференция. Ну, почему? Потому что второй раз, раз в год. Собственно, ежегодная. Видите, так красиво получили мы сами себе новую лычку. Сегодня у нас планируется четыре параллельных потока. По тематическим направлениям мы постарались их разделить. Это разработка, это IT-прошники, это девопсы и это отдельный поток лабораторных работ. Участие в котором подразумевает, как минимум, наличие у вас ноутбука. Я очень на это надеюсь. Соответственно, у нас уже получается 24 сессии, если не считать кейну. Во время которого мы тоже немножко расскажем и покажем классные штуки. У нас 22 докладчика, которые в том числе приехали к нам из ближнего и не очень зарубежных. В этот раз мы пригласили уже докладчиков из других стран. Из Болгарии, из Польши, из Белоруссии, из Англии, даже Франции. И люди согласились приехать и поделиться своим опытом. Некоторые докладчики сейчас даже присутствуют в зале, поэтому давайте мы и похлопаем. Спасибо. Спасибо. И по регистрациям, по тому, скажем так, как и что мы продавали билеты, у нас планируется 160 участников сегодня. Я вижу, что пришли пока что не все, но многие мне говорили, что они даже едут в Киев из других городов, поэтому немножко опаздывают и Киев, возможно, пропустят. Но, тем не менее, я надеюсь, что все равно они к нам доедут и это у нас случится. Пару слов о наших партнерах. Больше всего в этом году нам помогают Microsoft и EPUM. Эти две компании вправду сделали титанические усилия для того, чтобы помочь нам сделать эту конференцию, за что им, конечно же, отдельное огромное спасибо и целый отдельный слайд по время Киев. Кроме того, были компании, которые помогали нам также очень хорошо и сильно в меру своих возможностей. Это Анлайзер. Ребята из Анлайзера, я их пока что здесь не вижу, но они, возможно, тоже застряли на подъезде к Киеве. Это Циклун. Это Юклауд. Кстати, из Циклун и из Юклауда уже, ребята, есть с ними. Тоже можно будет потом отдельно пообщаться. Мы очень благодарны всем нашим информационным партнерам, которые как раз помогли нам рассказать аудитории о том, что будет такая конференция, возможно, дать кому-то какие-то промокоды на небольшую скидку и так дальше. И, конечно же, у нас есть партнеры по призам. Это, наверное, для вас самые такие любимые партнеры. Они нам... Каждый приготовил что-то свое. Я не буду рассказывать, что, но каждый приготовил что-то свое. К сожалению, у нас призов на всех не хватит, поэтому за призы придется немножко побороться. Значит, как за призы можно бороться? Есть несколько вариантов. Вариант первый. За призы можно бороться вот так. У нас есть шикарный хэштег, который называется Azure Day. Если вы делаете какой-то твит с хэштегом Azure Day, то вы автоматически являетесь участником розыгрыша части призов. Мы очень хотим, чтобы информация о нашей конференции распространялась как можно шире. Мы очень хотим увидеть сегодня вот именно бум в твиттере фотографий, просто постов, не знаю, каких-то шуток, еще чего-то. Пожалуйста, хэштег Azure Day. Вы будете делать ваши твиты. Мы случайным образом в конце конференции выберем счастливчиков, которые получат какие-то призы. Также ходят слухи, что вот есть такой человек, бойкоант, который я, к сожалению, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, но где-то слышал я такое вот в кулуарах, что если его зафоловить, то шанс выиграть увеличивается. Ну, возможно, по крайней мере, не повредит так точно. Второй вариант, как можно побороться за призы. Значит, все вы на входе получили вот такие шикарные анкеты. Сразу хочу извиниться, обнаружилось, что в этих анкетах есть небольшая опечатка, и предпоследняя горизонталь, она некорректная. Поэтому предпоследнюю, скажем так, вот горизонтальная линия, правильный ее вариант у нас на сайте. Тем не менее, что вы можете делать с этими анкетами? Вам нужно сделать несколько вещей. Вам нужно вписать, собственно, свое имя, например, Бойко Антон. Только, пожалуйста, Бойко Антон не вписывайте, потому что его буду вписывать я. Вам нужно вписать e-mail. Можно такой, но лучше все-таки реальный. Почему? Потому что партнеры, которые предоставляют нам призы, они в основном эти призы будут отправлять по e-mail тем людям, которые их получили. Так что указываете. Да, поэтому, можете, конечно, указывать меня. Да, да, я тогда соберу все призы, но лучше указать себя в этом случае. Это как раз одно из них исключений. Кроме того, я очень хочу вас попросить на те доклады, которые вы будете ходить, я прошу вас их оценить по 10-бальной шкале и написать, например, что вот я был на этом докладе, он мне очень понравился, я ему ставлю 10 баллов из 10. Нам это важно, потому что мы хотим, во-первых, понимать, на какие доклады люди ходили, то есть не нужно заполнять все поле, надо заполнить, собственно, только те доклады, которые вы посетили. И мы хотим понимать, какой контент больше интересен нашей аудитории. Собственно, вот в двух словах все. Также могу сказать еще кое-что. Я думаю, вы заметили, что у нас есть в холле стенд Епана, у нас есть стенд Циклума. Вчера, когда они привозили эти стенды на локацию, я там немножко, скажем так, посмотрел, что они пакуют, что они распаковывают. Я увидел у них много интересного лута, за которым можно поохотиться. Вот. Я, к сожалению, до конца еще не знаю, как именно нужно охотиться. Но я думаю, что если вы подойдете, собственно, к циклу Муке-Паму, возможно, к другим партнерам, то они вам сами объяснят, как, что и зачем можно у них дополнительно получить. И, собственно, давайте зажжем! Ну что ж, на этом моя часть выступления заканчивается. И я бы хотел сейчас пригласить сюда Виктора Цикунова из компании Microsoft, для того, чтобы он нам рассказал, собственно, про облако, про платформу, как Microsoft дальше видит развитие этого направления. Витя, пожалуйста, дай мне микрофон. Спасибо большое, Антон. Рад приветствовать всех вас сегодня. Это очень большая для меня честь сегодня быть здесь и открывать основным докладом конференцию. Я представляю Microsoft Украину. Я работаю достаточно давно в этой компании. И я очень рад, что сегодня мы обсуждаем такую прекрасную, замечательную технологию, как Azure. Могу сказать немножечко инсайдерской информации из Microsoft. У нас начинается новый финансовый период, как и в любых больших корпорациях. Я уже сейчас понимаю, что в следующем году, возможно, и дальше технология, продукт, который носит название Azure, является для корпорации Microsoft стратегическим, ключевым. Поэтому сегодня мы обсуждаем ту замечательную технологию, которая, во-первых, мне лично очень нравится, я ее очень люблю. А во-вторых, я очень рад, что это стратегически самый важный или один из самых важных продуктов корпорации Microsoft. Что такое Azure? Ну, это так, у всех есть подписки Azure активные? Так. У кого нету? Обязательно заведите. А если у меня кончилось, можно еще? Нет. Итак, что такое Azure? Azure – это облако, это публичное облако, которое компания Microsoft построила и продолжает активно строить. Вот на слайде сейчас представлены точечками так называемые регионы. Это место расположения дата-центров, в которых вы можете разместить вот те самые ваши замечательные приложения. Их много. То есть, если посчитать, это 30 регионов сейчас по всему миру. Да, это, безусловно, Америка, это Европа, это Азия. У нас есть дата-центры даже в Австралии и в Южной Америке. Это не все. Мы развиваемся и дальше. Будут появляться регионы и в дальнейшем. Безусловно, мы строим дата-центры, исходя из географических особенностей, причем, может быть, не в физических особенностях, а в особенностях построения сети интернет. Потому что, безусловно, все эти регионы связаны. И на данный момент Microsoft владеет и связывает все эти регионы сетями, которые являются вторыми в мире по пропускной способности. Вторыми в мире. После некого магистрального оператора. Соответственно, у нас не только дата-центры, у нас есть еще и каналы коммуникации между ними. Ну и для сравнения, да, вот, собственно, этих локаций, этих регионов на данный момент больше, чем у наших, скажем так, основных конкурентов на этом рынке. Это Amazon и Google. То есть наша стратегия, стратегия корпорации Microsoft, это быть как можно ближе к вам, к нашим пользователям, к нашим заказчикам, для того, чтобы вы могли в зависимости от потребности размещаться там, где вам нужно. Немножечко в цифрах. Этот бизнес, это направление растет сейчас в мире очень быстро. Облачные дата-центры, облачные сервисы, в целом, это на данный момент один из самых быстро растущих сегментов IT-рынка. В Microsoft мы растем значительно быстрее рынка. То есть у нас основная задача, которую мы перед собой ставим, это успевать добавлять емкость. Вот, немножко в цифрах, да. То есть у нас добавляется 120 тысяч активных подписок в месяц. 120 тысяч новых приложений размещаются в Azure и каждый месяц. Мы хостим на данный момент почти полтора миллиона сиквельных баз данных, которые, собственно, и работают в нашем приложении. Мы обрабатываем более двух триллионов, да, сообщений IoT-стэка наших, про которые мы будем рассказывать сегодня. Более 5 миллионов организаций на самом деле используют Azure Active Directory. И это хорошо не только для этих организаций, которые используют, но это и хорошо для наших разработчиков, для вас, для того, чтобы вы создавали приложение, которое уже использовали бы учетную информацию, находящуюся в Azure Directory. Это большое количество разработчиков, 4 миллиона, которые используют наш сервис для разработки. Team Services. Ну и хочу отметить, что я слышал, есть такое мнение, что вот Azure это такое для интерпрайзов и так далее, и так далее. Это не так. То есть более 40 процентов, возможно, даже более половины всех подписок, которые работают в Azure, всех проектов, которые там находятся, это проекты стартапов, это проекты разработчиков. То есть мы работаем, скажем так, со всеми потенциальными сегментами этого рынка. Мне удалось в этом году, это у меня была такая мечта, посетить, собственно, дата-центры. Это не так просто, потому что попасть на территорию дата-центра, они мало того, что спрятаны, вот, они находятся в труднодоступных местах, вот, и в этом феврале мне удалось попасть в дата-центр, который находится в штате Вашингтон, в Соединенных Штатах, в Квинси. Это не он. Это на картинке дата-центра, который называется EastUS. Безусловно, попав в дата-центр, фотографировать нельзя, поэтому я не мог показать свои картинки, могу показывать только картинки, которые являются официальными. Могу сказать, что это впечатляет. Впечатляет несколькими вещами. Во-первых, безусловно, объемом. Ну вот на данной картинке вы видите, вот это вот грузовичок едет, да, в уголочке. А это, собственно, дата-центр, который есть. В том дата-центре, в котором был я, он выглядит в виде четырех рядышком расположенных футбольных полей. И еще четыре будут строиться в ближайшее время. Вторая вещь, которая меня реально поразила, это количество обслуживающего персонала. Вот эти вот четыре футбольных поля дата-центра размером в несколько километров длиной, обслуживает 15 человек. Я говорю про другой дата-центр. Это вот как бы то, что я хотел сказать, что мы, поскольку это направление растет очень быстро, мы вкладываем огромные ресурсы для того, чтобы не только развивать, добавлять новые сервисы, сколько добавлять емкость. Поэтому мы продолжаем как расширять текущие дата-центры, так и строить новый регион. Когда мы спрашиваем наших пользователей, почему вот они используют Azure, на самом деле они говорят про три вещи. Во-первых, это возможность выбора того, тех технологий, тех сервисов, которые им нужны. То есть мы как Microsoft, и это была основа идеологии Azure, мы поддерживаем и в дальнейшем будем поддерживать, развивать все популярные, все интересные, все яркие технологии присутствующие сейчас на рынке. То есть вот на слайде показаны некоторые из них. Это и мир Microsoft, это и Windows, и .NET, и ASP, и SQL и так далее. Это и совершенно другой мир, который раньше был далек от нас. Это Open Source, это Linux и так далее. Это различные инструменты разработки, различные фреймворки, различные инструменты по управлению. То есть наша стратегия, наша цель, это то, чтобы вы, имея необходимость разместить или создать тот или иной сервис, выбирали ту технологию, которая была бы наиболее оптимальна для того, чтобы этот сервис создать. Или из-за особенностей технологии, или исходя из тех знаний, умений, опыта, которые у вас есть. Вторая важная особенность, где мы на данный момент на рынке являемся абсолютно уникальными, это не только наличие вот этих вот огромных облачных или публичных облачных ресурсов, которые мы называем облаком Azure, но и возможность переносить сервисы и приложения, написанные для облака, в дата-центры энтерпрайзов, заказчиков, в ваши дата-центры и в дата-центры хостинг-провайдеров, наших хостинг-партнеров. Если вы знаете, мы недавно анонсировали технологию, которая называется Azure Stack. Фактически это набор технологий, которые позволяют разместить небольшой Azure на ваших серверах, на ваших ресурсах. И прелесть в том, опять-таки, мы немножко поговорим про это сегодня, в том, что приложение, написанное под Azure, может абсолютно безболезненно переноситься без изменения кода между облаками частными, облаками публичными или облаками наших хостинг-провайдеров. И вот здесь мы действительно уникальны, и, наверное, никто на данный момент вот такую гибкость предложить не может. Второе. Microsoft всегда работал с крупными компаниями, с энтерпрайзами. И на самом деле работа с крупными компаниями, работа с энтерпрайзами – это не только заявить или построить крупные дата-центры, это понимать, какие есть потребности у крупных предприятий, у больших компаний, которые работают в разных странах, которые оперируют большими объемами ресурсов. И, опять-таки, философия, которую мы закладывали, создавая Azure, как раз и направлена на то, чтобы удовлетворять вот эти самые потребности. И здесь просто несколько примеров компаний, крупнейших компаний, которые используют облакорежу. И их, безусловно, больше. То есть это компании, которые доверили нам в исполнении своих практических line of business или бизнес-приложений. На самом деле я хотел бы здесь передать слово нашему партнеру, украинской компании NewCloud, которая демонстрирует уже у нас, каким образом мы это делаем здесь, а именно каким образом сделать далекое облако на самом деле не таким далеким и доступным. Прошу. Аплодисменты